Добрый день! Лесли не захотела говорить по-английски, поэтому будем сегодня говорить по-русски, что тоже неплохо на самом деле. Вы услышите прекрасную русскую речь из уст человека, который не является русским. Я бы, конечно... Кстати, неправда. Есть немножко на самом деле. Немножко, немножко, да. Но дело в том, что у меня вообще лживый канал. Я знаю, что если я бы была русская, то ты, наверное, не бы пригласил, поэтому не хочу расчаровать. Ладно. Значит, давай сразу смеси тогда в карьеру по полочкам. Сколько в тебе чего течёт в твоих венах, жилах? Кто ты? Ой, ну, кстати, у меня очень смесанная, как сказать, происхождение. А на самом деле есть в том числе русские предки, да. С папиной стороны. Ну, а основной, как себя трактуешь? Ты же говорил, что ты всё-таки не совсем американка. Ну, дело в том, что хотя я родилась в Нью-Йорке, я выбрала Россию, Москву. Так что это сознано и не случайно. И вот неожиданный вопрос такой. Почему? Потому что я, ну, короче, во-первых, наверное, естественно, поиск своих корней провёл к тому, чтобы я жила в разных странах. И жила в том числе раньше в России и переехала, и переехала обратно. И, короче, в конечном итоге я жила в семи странах и выбрала Россию. И осознанно переехала обратно туда. Вот это очень интересно. Ну, например, в каких странах ты жила? Я жила в Америке, в Индии, в Германии, в Швейцарии, в Казахстане, в Китае и в России. Ну, почему ты предпочла Россию Казахстану? Не хочу обидеть казахов, но я могу понять. Но, допустим, некоторые люди, услышав, что ты, пожив в Швейцарии, переехала обратно в Россию, в то время как некоторые тут в России мечтают очутиться в Швейцарии, и возомнить себя Набоковым, который сидит на балконе, смотрит на эту гладь озера и так далее. То есть, почему? Ну, в смысле, а вот ты пишешь, например, Швейцарии, например? Ну, смотри, я не знаю, конечно, какие у тебя критерии. Это сейчас не про мои критерии вообще. Нет, просто как бы то, что я услышала. Есть, естественно, множество красивых мест, где хорошо живется, но это не единственная критерия. Мне люди очень важны, и мне нравятся россияне. Нет, мы к россиянам перейдем, безусловно. А скажи, пожалуйста, ну, я же могу тебя спрашивать, например, а что тебе не устроилось, ну, допустим, начнем сразу с главного, в американцах, например? Не то, что не устроилось. Просто я чувствую себя здесь, ну, что дома, да, тесто. То есть, я выбрала Россию, это просто моя родина, такое чувство. Я жила, я сравнила, и как бы чувствую, что это мое место. То есть, ты выбирала все-таки, исходя не из каких-то таких логических критериев, там, не знаю, уровень жизни, возможности и так далее, а именно по зову сердца. Естественно, но дополнительно хотелось бы сказать, что мне кажется, что можно устроить хорошую жизнь где угодно. Если человек чувствует себя дома и хорошо, то он может, естественно, сам и должен даже создать свою судьбу. Когда ты первый раз приехала в Россию? Когда? В 2011 году. Какие у тебя тогда были ощущения? Вот ты, пожив в разных странах, вдруг приехала в Россию? Надо сказать, что я даже стремилась к этому, потому что я хотела, в принципе, переехать в Россию сразу, но получилась интересная работа сперва в Казахстане, не хотела пропустить, и вот поэтому, как бы, промажуточно я была в Казахстане. Ну, в принципе, Казахстан, мне кажется, и явился такой прослойкой для того, чтобы ты в Россию попал не сразу через Казахстан, но это тебя должно было подготовить немножко. Ну, может быть, судьба так имела в виду. На самом деле, это была, естественно, подготовка по факту. Это было очень полезно. Просто дело в том, что, хотя я начала заниматься русским языком уже давно, до того, что я переехала, я как-то пассивно, ну, я пассивно, скорее всего, имела знания и не говорила активно. И буквально после того, что я была в Казахстане в течение одной недели, я была вынуждена говорить. Так что это было очень полезно. Какие первые, с какими первыми сложностями ты столкнулась, ну, допустим, сначала в Казахстане, потом в России, для тебя? Вот что было непривычно, необычно, или чего ты не ожидала увидеть? Или, может быть, ожидала, но не думала, что это вот настолько так? Ну, естественно, в начале, как бы, самая большая, как сказать, сложность в том, что мне было немножко стыдно говорить, потому что я была вынуждена с самого начала делать всё. И, как бы, в связи с работой, и приватно на русском. И я немножко стесналась. Ну, ты стеснялась акцента, ошибок? Нет, просто, как бы, ну, представь себе, ты звонишь постоянно, тебе нужно убедить людям, чтобы, я не знаю, что-то, они делают какие-то проекты и так далее. И вот сразу нужно звонить и делать всё полностью на русском. Ну, это же, конечно, немножко... Стресс. Это стресс, естественно, да. Ну, это была хорошая, скажем, шок-терапия. Ну, в общем, отчасти да. Но когда ты попадаешь в языковую среду, у тебя автоматический уровень сразу вырастает. Гораздо быстрее. Ну да, естественно. Гораздо быстрее. Если говорить не только про языковые аспекты, какие-то, может быть, ещё вещи, связанные с бытом, с взаимоотношениями, с людьми, ещё с чем-то? Ну, наверное, есть другой, естественно, другой менталитет в любой стране. Есть другие ожидания в связи с социализацией. И, в общем, я переехала, потому что у меня было такое желание. Мне кажется, что не все так делают, и люди не сразу поняли. То есть, кто ты, зачем ты здесь, чего хочешь. И, в общем, было нужно, как бы, как сказать, их понять и взаимно доверить друг другу. Ну, как бы ты описала русскими? Вот в чём, например, для тебя, допустим, главная разница в менталитете между жителями России, там, не знаю, жители какой-нибудь средней европейской страны, типа Швейцарии, жители Америки. Ну, я ж не знаю, там, может быть, жители Индии пока не будем брать. Ну, естественно, я думаю, что, наверное, возможности, которые человек видит для себя, это очень важный пункт. Потому что недаром я говорю, что человек должен строить свою судьбу. Я даже не люблю такого слова «судьба». Значит, человек должен иметь видение, чего хочет, и это осуществить. И я думаю, что часто есть, скорее всего, такое, как сказать, представление, что это как-то, ну, есть какие-то вызовы, сложные условия, и это не в моих силах. Ну, извини, пожалуйста, это всегда в твоих силах. Но ты сейчас говоришь про «in general», про всё, или ты говоришь конкретно про российские институты? Я бы сказала, что это общий черт, который есть и в Средней Азии, и в России. Это немножко потому, что, мне кажется, перемены, которые произошли, они же очень большие вызовы. И, в принципе, это сложно для людей, как сказать, на фоне таких событий, решить свою жизнь самостоятельно. И всегда есть видение, часто есть мнение, что мне нужно уехать, переехать за рубеж. И тогда всё поменяется. И тогда всё будет прекрасно, прямо, да, независимо от меня. Но это ошибка, на самом деле. Правильно ли я тебе понимаю, что, допустим, для американцев, но, опять-таки, по твоему мнению, эта проблема гораздо меньше. То есть, они понимают, что жизнь перед ними… Ты знаешь, как ни странно, да, нет, я бы сказала. Есть немножко правда в этом. Но, как ни странно, это как раз совпадение с Россией. Потому что, если в Америке есть к определённому степени такое отношение к жизни, что я могу делать, чего хочу, то это именно из того, что это пионерская страна, которая, в принципе, была вынуждена из нуля делать всё, как бы, без помощи самостоятельно. И это, в принципе, та же ситуация, которая у нас есть сейчас в России. Да, но только они прошли это раньше, а мы только… Да, и, значит, нужно немножко опыта, чтобы, как бы, развить такое отношение к себе и своим средам. Но это, в принципе, те же самые обстоятельства. А как ты относишься к такой точке зрения, очень распространённой сейчас в определённых кругах в России, что, на самом деле, вот эта система, про которую мы говорим, она же капиталистическая. То есть, когда человек, на самом деле, сам истраивает свою судьбу. А вот долгое время был Советский Союз, где, в принципе, ты мог работать, а ты мог не работать. И всё равно бы у тебя было бы всё хорошо. Ну, ты бы не умер с голоду, ты бы не оказался на улице, государство тебя бы там… Что ты с тобой сделал? У нас есть такой классический фильм «Афоня» сегодня ехал, в поезде смотрел. Там как раз вот история примерно про это. И люди, многие, не готовы к мысли о том, что действительно всё зависит от себя. Им всё время кажется, что должно прийти какое-то государство, я не знаю, там, Путин, Сталин, Ленин и так далее, и вот создать такую атмосферу, где у тебя будут всевозможности. Как раз Штаты – это ситуация наоборот. Там тебя выкидывают в открытое море, берег вот туда. Да, это совершенно верно. И плохо ли или хорошо, это приводит к тому, что человек вынужден прямо быть более самостоятельным. Потому что он прекрасно знает, что нельзя верить, что кто-то ему поможет и делает всё для него. Это всё зависит, наоборот, от него самим. Потому что никто иначе не поможет. И это, может быть, не идеально, не хорошо, и это, естественно, не совпадает с ожиданиями большинства людьми от роли государства. Но это, скажем, тренирует и развивает человека тому, чтобы он будет более самостоятельным, естественно. Да. Хорошо. Скажите, пожалуйста, что тебе нравится и что тебе не нравится в России? Это как раз один из пунктов. Мне нравилось бы больше, если люди больше оптимистические. Я, кстати, тоже... У нас включишь телевизор, у нас один оптимизм. У нас всё хорошо. У нас летают ракеты, у нас кладут корабли, у нас всё хорошо. Я тоже родилась не оптимистом, но я становилась оптимистом, потому что я поняла, что всё-всё-всё зависит, в первую очередь, от меня. И нет кого-то другого. Поэтому я думаю, что это главный вызов для россиян, чтобы развить похожий менталитет и развить личную жизнь и страну, естественно. Эта мысль многим не понравится, потому что... Я знаю. Это навязывание западных капиталистических идеалов. Нет, это не видит никакого отношения к капитализму. Это просто... Вот как объяснить, что это жизненно отношение к капитализму? Это жизненно отверждающее... Как сказать? Отверждающее отношение к себе. Потому что, согласись, ты тоже бы хотел, чтобы кто-то определил для тебя, что ты должен делать и как. И, соответственно, кто должен это делать, кроме тебя? Ну, никто, естественно. Поэтому как-то так. Давай немножко съедем с этой темы. Я понял, что, да, вот этот пунктик, что нужно самостоятельно и так далее. Тем не менее, какие у тебя здесь пристрастия, привычки в России? Что тебе понравилось? Что ты ешь? Куда ты ходишь? Что ты смотришь? Что ты читаешь? С кем ты общаешься? Давай. Как начинать? Что я ям? Да. Селд под шубой. Естественно, серьезно. Не каждый день, потому что это вредно, но это очень вкусно. В этом плане еще очень люблю прямо пирожки. Но я предпочитаю... В принципе, я предпочитаю вообще вегетарианскую еду. Вот это сложно, потому что я замечаю, что то ли нужно сама готовить, то ли нужно искать. Но в Москве, мне кажется, сейчас проще с вегетарианской еду. Естественно, да. Чем в других регионах. Сегодня буквально водил экскурсию, два магазина вегетарианской еды по дороге попалось. Хорошо. Как ты проводишь... Чем ты занимаешься, кстати? Вообще профессиональная деятельность твоя в чем заключается? Я занимаюсь маркетингом в IT-компании, которая развивает блокчейн-технологию. То есть, то, что понимает любая бабушка в деревне, в принципе... То, что даже айтишники только частично понимают. И это тем более сложно, когда ты делаешь маркетинг. Но при этом это именно интересно, потому что это, естественно, в течение развития и очень много открыто и возможно. Я, вот, бабушка из Ивановской области. Из, не знаю, города Юрьевца. Что ты, доченька, то делаешь? Так объясни, как ты мне, что ты это делаешь? Ну, потому что, на самом деле, я тебе уверяю, что большинство людей... Ты могла с таким же успехом сказать, что я раздрамбандиваю бомбурдушку в раздрамбунку. То есть, для них это получается примерно так же. Хочешь, я постараюсь объяснить? Да, я очень хочу, что-то ты старался объяснить. Вот на пальцах, знаешь. Ну да, окей. Но представь себе, если как бы делаешь простой пример, что у тебя есть как бы блок натиц, да, для записи. И каждая страница это один блок в блокчейне. Это как бы цепочка. Эти блоки сохраняют... Это же распределенные протоколи. Они сохраняют информацию, которая неизминаемая. Значит, как только они существуют, в принципе, они неизминаемы. И это как раз означает, что информация очень надежна. Никто не может на нее повлиять. Чего? Никто не может на нее повлиять. Да, совершенно верно. При этом этот блокчейн, это является неким слоем соединяющим, который, в принципе, соединяет всех стейкхолдеров в любом процессе. Стейкхолдер? Окей, подожди. Если у тебя есть любой бизнес-процесс... Нет, я забудусь просто о зрителе, потому что не все понимают, кто такой стейкхолдер. Да, стейкхолдер – это человек, то ли организация, то ли компьютер, который вовлечен в одном процессе. Это разные люди или заведения, которые все взаимно связаны в контексте одного процесса. Это их соединяет и в течение реального времени делает информацию доступной для них. И, самое главное, безопасной. Ну, в смысле, они могут разлучать и безопасность, ведь главный в блокчейне. Совершенно верно. И это очень полезно в множестве контекстов бизнеса, потому что это, во-первых, создает прозрачность, это создает доверие в этой связи, информации понятные, доступные, но при этом доступные тем, которым они должны быть доступными. И, ну, по крайней мере, если есть высокий уровень технологии, гибридные сети и так далее. И вот эти информации, они же, в принципе, обеспечают надежность процессов, сокращают расходы, потому что тебе не нужно столько разных, допустим, услуг, которые обычно вовлечены в таких процессах. И они, в принципе, уменьшают риски. То есть, ты лишаешь работы огромное количество фирм и компаний, которые жили до этого. И тут пришла Лесли со своим блокчейном. Совершенно наоборот. Я знаю, что ты хочешь сказать. Что я отвечаю для того, чтобы люди потеряли рабочее место. Нет, это наоборот. Эта технология, это будет следующая вещь, которая больше, интернета. Это будет совершенная революция в экономике, к хорошему, значит, рост. И вообще означает создание множества новых рабочих мест. Это не то, что в основном их сокращает. Наоборот. наоборот. И насколько ты оцениваешь перспективы развития этих технологий, например, в России? Даже очень и особенно высоко. Почему? Потому что, во-первых, понятно, что у нас в России очень много прекрасных IT-чиков, которые очень талантливы. Это, в принципе, по всему миру известно. Это Россия и Индия в основном. Потом нам нужно диверсифицировать экономику. И при этом один из самых высших потенциал это именно IT и дигитализация. Правительство даже знает об этом и это стоит на плане. Так что я думаю, что даже очень перспективно. Какой бы ты хотела, ну, допустим, в перспективе 20 лет? Хорошо, нет, не так. А какие главные препятствия ты видишь на этом пути в России? В связи с дигитализацией? Дигитализацией, да. В течение 20 лет? Ну, не обязательно вообще, в течение 10 лет. То есть, ты занимаешься этим процессом, ты объясняешь людям, ты им, в общем-то, отчасти продаёшь. А может быть не отчасти, я не знаю, как у вас процессы построены, потому что маркетинг... Россия такая страна, где понятие маркетинг, он до сих пор в разных компаниях обозначает разное. То есть, маркетинг там в строительном магазине, это может быть одно, а маркетинг там в каком-нибудь рекламном агентстве, это может быть другое. Тем не менее, вот какие препятствия ты видишь, с чем тебе приходится сталкиваться даже в твоей работе, когда ты понимаешь, что это тормозит процесс, это вот, с этим надо что-то решать? Ну, во-первых, наверное, объективно, и, кстати, не только в России, один из самых больших препятствий, это регуляция. Что? Регуляции. Регуляции? Значит, законодательство, позволяющее применение этих технологий. Но я, честно говоря, не думаю, что это очень большой, как сказать, вызов для применения все-таки, потому что, во-первых, это касательно в первую очередь криптовалюту, и это далеко не единственный use-case для применения этой технологии. А этот use-case важен, потому что... это пример, имеется в виду. Да, потому что это, как бы, в связи с разными ситуациями тоже важно, как элемент всего сочетания, но можно использовать эту технологию в улучшении бизнес-процессов без криптовалюты. И, в принципе, можно начать прямо сейчас. Так что, честно говоря, я не думаю, что очень... У меня как раз свободный вечер сегодня. Чем его занять? Начнем потихонечку блокчейн и прочее. Скажи, пожалуйста, например, в семейном плане как ты видишь перспективы своей в России? Ну, короче, что мне обратиться к зрителям, я ищу интересного русского мужика. В эфире программа «Давай поженимся!» И с вами я, Павел Перец. Я отбиваю хлеб у телезиончиков и тащу его в интернет. Сегодня у нас чудесная IT-девушка в Москвичком, но не совсем русская. Посмотрите, ну не посмотрите на ее прекрасные... Которые, естественно, не русские, они же монгольские. Монголия. Обращайтесь, обращайтесь. Да, хорошо. Какие критерии должны быть у него? Критерия, в первую очередь, конечно, чтобы была химия. Это же не логика, это чувствуется просто. И то ли не чувствуется. Но ты же понимаешь, что это невозможно никак, так сказать, расписать. Да, ну это же, да, это некий элемент, который нельзя... Вот я не думал, что так у нас повернется беседа. Я тоже, кстати, не думала. Вот в этом и интерес, понимаешь? Я ещё думаю, что интеллект очень важен. Ну, конечно. Наверное, чувство юмора. Ты видишь, мы с тобой на одной волне, потому что у меня такие же проблемы, на самом деле, только с представительницами противоположного пола. Вот. и ещё определённое совпадение интересов. Ну, то есть, чуваки, если вы не знаете слово блокчейн, то, наверное, наверное, не стоит. Хотя, кто знает, на самом деле, судьба, она непредсказуема. Хорошо. Сейчас, я так понимаю, твоя жизнь, ну, я предположу, ты меня поправишь, твоя жизнь равна работе. Или нет? Нет, я бы не сказала. Я, в принципе, у меня очень много интересов, я достаточно активный человек. Чем ты занимаешься, помимо работы? Я очень люблю путешествовать и по России, и за рубежом. Я, я, конечно, у меня круг друзей в Москве. Я ещё занимаюсь разными языками иностранными. Какими, например? Китайском, арабском. Вот. И на сколько ты преуспел, например, в китайском? У тебя музыкальный слух? Ты понимаешь? Ну, скажем так, я жила в Китае почти три года, поэтому я уже немножко говорю на китайском, на самом деле. Хорошо. У меня вот не пошло чего-то. Скажи, пожалуйста, тогда вот ещё, ну, там, в завершении беседы, но раз уж мы загорели про Китай, это уже чисто мне интересно. А как ты оцениваешь вообще перспективы Китая? То есть, вот за последние 10 лет там произошли кардинальные изменения, то есть, я, например, знаю это со своей стороны, потому что я сам там был, у меня много знакомых, кто там какой-то бизнес с ними имеет, и там у меня знакомые живут. Есть разные точки зрения на перспективы, а, Китая, и перспективы всего мира в разрезе Китая. от того, что Китай всех завоюет, до того, что они в итоге доиграются, и придёт обратка за этот экономический рост, когда они там, извиняюсь за это слово, засрали все реки, и прочее, прочее. По твоему мнению, чего нам ждать? Ну, это же, конечно, огромный, очень обширный вопрос, и очень... Ну, я понимаю, общий, да, здесь... Я не могу, конечно, окончательно сказать, что будет с Китаем. Это твоё мнение. Я могу наблудать, что Китай не только большая и великая страна, но очень-очень интересная, очень богатая с точки зрения тоже культуры. Я чувствую, что мне было очень важно там прожить, и я очень благодарна, что я там была. я думаю, что Китай, то, что как бы я заметила в первую очередь, что страна развивается в бешеном темпе. И это прямо очень впечатляет, потому что, если они могут так делать, то значит и другие могут так делать, в том числе Россия. Точно. Нет, могут. Не буду сказать. Я хотел, но... И вот, и вы знаете, естественно, даже если вам... Ну, как бы, если вы не согласны, основной пункт, который в этой связи виден, это настрой людей, их отношения к работе, к жизни. Они очень активные, ну, по крайней мере, рабочее население. и очень динамичные. И я думаю, что это решает обо всем. Почему? Они просто решили, что хотят становиться державой огромной. И вот сделали. И у них сделали. Ну, собственно, а что бы не захотеть стать огромной, сильной державой нам с вами, вот и пишите, собственно, об этом комментарии. Значит, ну, я предлагаю поместить тогда в описании под этим видео какой-нибудь там или имейл, или какой-нибудь контакт. Если у вас есть какие-то вопросы, квесты, предложения и прочее, тоже посылайте. Но вас в конце ждет по традиции небольшой анонс от меня. Ну, во-первых, мы совершенно феноменально съездили в Берлин. Если вы хотите присоединиться к нам в начале марта, то пишите мне точно так же в конце января про Париж. Также я поеду в декабре намечать маршруты по таким городам, как Прага, Вена и Будапешт. Если у вас есть интерес к этим городам, то тоже пишите предварительные мне заявки. И по просьбе трудящихся экскурсантов я попробую набрать группу в Петербург на три дня на праздники после новогодние, чтобы у нас была возможность походить по льду. Но я надеюсь, у нас будет такая возможность. Будет три дня. Первый будет Романов без соплей, второй террористический Петербург, третий непарадный Петербург. Будем шариться по проходным дворам. Опять-таки, если вам интересно, пишите мне, я вышлю все подробности. Ну а в ближайшее время еще пока гуляем и в Москве 8-9 ноября, затем 15-16 ноября, и в Петербурге 10-13 ноября. Ссылки на все встречи есть как у меня в группе ВКонтакте, так и на моем сайте. Вы это все можете найти в описании под этим выпуском. На этом все, дорогие друзья. Спасибо за внимание, комментарии туда. Огромное спасибо за эту неожиданную и содержательную беседу. Увидимся. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова